С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. В Российском Центре науки и культуры проходит тематическая выставка под названием «Дружба». Вернисаж столичной публики представили две молодые художницы – Гульмарал Татибаева и Наталья Баженова. Подробнее расскажет наш корреспондент. В экспозиции представлено 42 работы. Картины выполнены в разных жанрах, техниках и направлениях. Здесь можно встретить живопись, графику, этюды, коллажи, а также работы декоративно-прикладного искусства. Идея проведения совместной выставки пришла в далеком 2002 году. И вот сегодня эта идея воплотилась в жизнь. Мы открыли художественную выставку. Она символизирует. Две художницы объединились, сделали две выставки, которые называются «Дружба» и «Корабль». То есть корабль как символ объединения, символ движения. Я считаю, что это очень символично для взаимодействия Казахстана и России. Мы всегда были вместе. Художницы – давние подруги, а корабли занимают центральное место в их творчестве. Самая первая работа, в которой корабль появился как символ, была создана Гульмарал Татибаевой еще в студенческие годы. Творение, сделанное из бересты, сразу приглянулось коллегам, его отметили искусствоведы. Для нас обоих символ корабля как символ человеческого духа, который, несмотря ни на какие преграды, идет вперед. И в каждой работе он отображается по-разному, имеет свой характер. Это отражается и в колорите, и в композиции, и в самой подаче. Наталья Баженова в совершенстве владеет казахским национальным декоративно-прикладным творчеством. В выставке представлены Габелена и Кураки ее авторства. Проект «Френдшип» долгосрочный. Корабли двух художниц стартовали в Российском центре науки и культуры и вскоре отправятся в дальнее плавание по Казахстану, а также выйдут за рубеж. Париж-Тулус-Латрека Умер Анри Тулус-Латрек в 1901 году и оставил огромное наследие. Примерно за два десятилетия творческой активности он написал тысячи произведений, включая пять тысяч рисунков. Тулус-Латрек рисовал парижских циркачей, жакеев и танцовщиц, создал множество портретов выдающихся актеров и актрис, в том числе Сары Бернар и Вет Гильбер, Лаи Фуллер. Он одним из первых серьезно занялся созданием афиш. Выставка в Нью-Йорке разделена на пять секций. В них вошли все основные аспекты жизни творческой элиты Парижа конца 19 века, изображенной Тулус-Латреком. Здесь зрителю предложены около ста графических работ мастера, плакаты, литографии и книжно-журнальные иллюстрации. Экспозиция продлится до 1 марта 2015 года. И в заключение выпуска афиши культурных событий Казахстана на завтра. В музее Костеева пройдет персональная экспозиция Александра Белова «Мой путь». Здесь же состоится персональная выставка «Оксаны Мась. Культурный код». В Алматы пройдет очередной день ежегодного международного фестиваля современного искусства «Артбатфест». Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok